О каких неприличных подробностях из жизни исторических личностей обычно не упоминают в учебниках Бенджамин Франклин любил принимать воздушные ванны, то есть сидеть абсолютно голым на подоконнике с распахнутыми окнами в своем доме в Лондоне Я был в этом самом доме, сейчас это музей, и стоял у того окна Там огромные окна в георгианском стиле, так что все жители дома напротив и даже прохожие с улицы могли увидеть отца основателя США во всей красе А еще он был планокуром, оккультистом, пьяницей, много трахался и занимался наукой Предполагается, что Рафаэль, итальянский художник, а не черепашка-ниндзя, умер из-за истощения от непрерывного совокупления Уинстон Черчилль был немного нудистым Он утверждал, что у него какая-то форма кожного заболевания, из-за которого ему было неудобно носить одежду в течение длительного времени Когда он посещал Белый дом, то мог вести беседы с Франклином Рузвельтом Голом Рузвельт тоже был тем еще альфачом, так что не исключаю, что он тоже раздевался, чтобы помериться с членами Изменено, упс, я имел ввиду Теодора Рузвельта, а не Франклина Это напомнило мне про Линдона Джонсона, 36-й президент США Он доставал свой член и хвастался его размером Леонардо Давиднича хранил стихи и анекдоты про члены Хранил, типа коллекционировал или сам их писал Он их писал, и несколько остались в его дневниках Однажды великий фокусник Гудини совершил побег из тюремной камеры Сделал он это полностью голым, чтобы показать, что у него нет ничего, что смогло бы ему помочь Правда, есть одно но Охранники облажались досмотром и не заметили, что Гудини между ягодиц спрятал отмычку Первым, что отец микробиологии Антони Ван Левенгук изучил под микроскопом, была его сперма В те времена уже было известно, что она принимает непосредственное участие в зарождении жизни Но об одноклеточных организмах еще никто не знал Он был уверен, что увидит в ней крошечных человечков Так что да, первое, что он сделал, это передернул на стекло и засунул его под микроскоп В 1942 году, во время визита в Вашингтон с целью планирования военных действий Британская делегация, в которую входил Уинстон Черчилль, остановилась в Белом доме Однажды днем президент на инвалидном кресле заехал в спальню Черчилля И увидел, как премьер-министр, покуривая сигару и диктуя что-то своему секретарю Шагает по комнате абсолютно голой Рузвельт уже развернулся, чтобы уйти, но Черчилль попросил его вернуться И добавил, что премьер-министру Великобритании нечего скрывать от президента Соединенных Штатов Эдгар Аллен По женился на своей 13-летней кузине А когда она умерла, он спал с ней в гробу Я слышал, что на самом деле он женился на своей двоюродной сестре только потому Что по каким-то причинам не мог ее законно удочерить Он хотел быть уверенным, что с ней все будет в порядке Некоторые историки утверждали, что их отношения скорее были как между братом и сестрой Есть много разных мнений об их браке, так что возможно это не святая истина Но я знаю, что По не сильно ладил с журналистами, потому что они любили писать в нем гадости Жаль, чувака, творческий гений, несчастный и непонятый в свое время Есть вероятность того, что Уэсуги Кенсин, самурайский полководец 16 века На самом деле был женщиной, которая притворялась мужчиной, чтобы возглавить клан после смерти отца У Кенсин никогда не было жены или наложниц Ему приходилось планировать битвы, беря в расчет ежемесячные боли в животе А в записках одного испанского миссионера он упоминается как чья-то тия, а не тио Что означает тетя, а не дядя Эта история напоминает не один диснеевский мультик Да, Валли, просто замечательный мультфильм Я где-то читала, что философ Жан-Жак Руссо стягивал штаны и бегал спиной за женщинами В надежде, что они его отшлепают Это был его фетиш Он прятался в закоулках со спущенными до колен панталонами и выпрыгивал задницей вперед на проходящих мимо женщин Надеюсь, что они от испуга набросятся на него и отшлепают Он был, конечно, конченным придурком, но представлять себе эту картину дико угарно Думаю, что все об этом знают, но в школе о таком не говорят Джон Кеннеди был любителем перепихона Ясное дело, что у него был роман с Мэрилен Монро Но кроме того, он был неравнодушен к проституткам, а они к его президентскому члену Премьер-министр Великобритании как-то процитировал его слова Если я три дня подряд проведу без женщины, то у меня разболится голова А еще поговаривают, что на встрече с премьер-министром Канады Джоном Диффенбейкером Кеннеди словесно огреб за то, что изменяет своей прекрасной жене Вообще, Диффенбейкер славился тем, что никогда не стеснялся в выражениях Немного позже демократическая партия переманила медиа на свою сторону Поэтому на следующих выборах победил лидер оппозиции Лестер Пирсон Когда на их встрече настало время, отведенное на вопросы и ответы Диффенбейкер устроил Пирсону настоящую прожарку Из-за чего тот периодически уходил в слезах Джордж Вашингтон серьезно страдал от геморроя Иногда доходило до того, что он не мог сам скакать на битву верхом Поэтому его везли в телеге Теперь мы знаем, почему он на той картине плывет в лодке стоя Виктор Гюго, автор многих произведений, среди которых Собор Парижской Богоматери Был известным Лавеласом, у которого на протяжении всей жизни были романы с проститутками Когда он умер в Париже, пришлось закрыть все бордели Потому что к нему на похороны пришло слишком много проституток После того, как Алоис Альцгеймер впервые выступил с речью о симптомах заболевания Позже названного болезнью Альцгеймера Никто из присутствующих не задал ему ни одного вопроса и не сделал никаких комментариев А это выступление, на секундочку, было одним из важнейших в области медицины Серьезно, болезнь Альцгеймера затрагивает около 6% людей в возрасте 65 лет и старше Это огромная проблема Так почему же никто не обратил особого внимания? Оказывается, все ждали доклада следующего по списку чувака Который, как утверждается, должен был рассказать о компульсивной мастурбации Энн Бонни часто оголяла одну грудь в драйке Чтобы показать, что тебя не просто убьют, а тебя убьет 18-летняя девушка Оскар Уайльд назвал себя зависимым от сосания члена И говорил, что это служит его вдохновением Любовь – это причастие, которое следует принимать, стоя на коленях Вильгельм II, последний император Германии, будучи подростком, писал маме письма очень интимного характера Спартанские солдаты часто чпокались друг с другом Их забирали в солдаты маленькими мальчиками И с тех пор они не видели женщин Считалось, что однополый коэтус помогал создать между ними более тесную связь Изменено, когда они возвращались из армии и женились, иногда их женщины, чтобы создать более комфортные условия, брели головы и носили мужскую одежду Не секрет в родной стране Ханса Кристиана Андерсона Но в остальном мире об этом не знают Каждый раз, когда он теребонькал, он оставлял метку в своем дневнике Иногда даже писал пару строк с мыслями о сеансе Мэри Шели, автор Франкенштейна Благодаря ей готическая литература стала популярной Встречалась со своим будущим мужем поэтом Перси Шели На кладбище, где была похоронена ее мать Там они занимались любовью на ее могиле, потому что Мэри была той еще годкой Более того, но Франкенштейна ее вдохновило увлечение идеей воскрешения Возвращение чего-то мертвого к жизни Когда она о таком узнала, то была одержима мыслью оживить своего ребенка Умершего через несколько дней после рождения Что натолкнуло на мысль о монстре Франкенштейне Принцесса Диана и ее лего-джет Взрослая игрушка, которую она брала с собой во время дипломатических поездок В качестве пранка она даже несколько раз показывала свой вибратор иностранным чиновникам Диана верила, что он приносит ей удачу И однажды, забыв его в отеле, попросила телохранителя вернуться за ним Изменено Я перепроверил инфу, она, по-видимому, забыла свой талисман в Великобритании И улетела в Непал, поэтому приказала отправить его в столицу Катманду Фрейд очень любил кокаин Кстати, у него был друг, который сидел на морфине И он подумал, что если дать ему кокаин, то он вылечится Ему не помогло Когда Джон Смит, придумавший историю о Покахонтас, прибыл в Чесапикский залив Покахонтас было всего 10, так что многие его истории выдумка По словам людей ее народа, Джон Смит похитил Покахонтас, чтобы спровоцировать ее отца Гитлер принимал амфетамины, чтобы перестать пердеть Некоторые историки полагают, что именно поэтому под конец он становился все более непредсказуемым У него была ломка У Бена Франклина было много женщин В своих книгах он даже написал несколько советов по половой жизни Моцарт писал песню о лизании задницы Не хочу показаться занудой, но отлежимую жопу в немецком более сопоставимо с поцелуй меня в задницу в английском Не настолько похабно, просто немного грубо Тем не менее, Моцарт действительно писал своей семье письма, в которых говорилось что-то типа «Нагать в постель с треском» Так что кто его знает? Ханс Кристиан Андерсон написал русалочку для своего гей-краша, который его отверг Французский президент Феликс Фор умер, когда ему отсасывали Древние египтяне верили, что бог Атум создал вселенную, когда теребонькал и эякулировал И что приливы и отливы Нила соответствовали тому, как много он кончил В честь этого фараоны церемониально мастурбировали в эту реку После смерти Наполеона I Франсуа Антамарке, врач, проводивший вскрытие, отрезал его пенис и передал аббату Аншполь Виньяли Используя только член Наполеона, священник провел все последние обряды Потом, в 1924 году, пенис Наполеона купил американский торговец книгами Розенбах И через три года его выставили в музее французского искусства в Нью-Йорке Сейчас он находится в личной коллекции некоего Эвана Латимера Чей отец был урологом и купил член в 1977 году на парижском аукционе за 3000 долларов В 2020 году это соотносимо с 13 тысячами с учетом инфляции Часто можно услышать, что люди, которые делают что-то грандиозное, занимаются этим только для того, чтобы с избытком компенсировать размер своего члена Термин «комплекс Наполеона» касается психического состояния, при котором человек из-за своего невысокого роста делает масштабные вещи Говорят, что у Наполеона был небольшой рост относительно мужчин Но это неправда, поскольку французские дюймы отличались от английских примерно на 2 Это означает, что Наполеон, вероятно, был ростом около 5 футов 11 дюймов, 180 сантиметров Так что коротышкой его точно нельзя назвать Однако в 2014 году ученые определили, что пенис Наполеона был очень маленьким Что дало возможное объяснение, почему мужчина ростом 180 сантиметров Правивший одной из самых могущественных стран западного мира в начале 19 века Чувствовал необходимость завоевать 2 миллиона 100 тысяч квадратных километров Европы Джеймс Джойс, ирландский писатель и поэт, состоял в отношениях с горничной Норой Барнакл И их роман был детально задокументирован в письмах В итоге Нора стала его женой, и Джойс любил ее за форму и огромную задницу Поскольку Джойс много путешествовал, им приходилось поддерживать отношения на расстоянии и писать друг другу много писем Когда они познакомились, им было немного за 20, и их отношения развивались Как и современная молодежь, которая не может без секстинга и интимных штук, Джеймс и Нора занимались тем же самым Есть куча источников письменных подтверждений Вы можете подумать, ладно, и что с того, обычное дело, ничего такого Читайте дальше, чтобы узнать, в чем прикол У них были очень интимные отношения, и Джойс постоянно обсуждал и фетишировал задницу Норы и пердеж Он очень подробно описывал, что бы он хотел сделать, и предавался воспоминаниям о заднице и пердеже своей маленькой шлюшке Все эти письма были полны пердежной порнухи и зацикленностью на анале Вот два источника с письмами, которые вы захотите развидеть Первый и второй А если вам интересно почитать основные моменты из самых подробных и грязных писем, то вот Оставлю тут несколько забавных строчек цитат При каждом толчке, когда я в тебя проникал, твой бесстыжий язык прорывался сквозь зубы А если я входил сильнее и глубже, твоя задница издавала жирный, грязный, раскатистый пердеж В ту ночь твой зад был полон неприличных звуков, и я занимался с тобой любовью, пока ты не выпустила их все Пару больших и жирных, несколько долгих и закрученных, немного быстрых, веселых лобков и уйму крохотных, шаловливых пуков Которые в конце лились из тебя долгим стремительным потоком Моя милая маленькая блудница Нора Я сделал, как ты мне и сказала, грязная маленькая девочка, и дважды кончил, пока читал твое письмо Я очарован твоей любовью, канальным утехом Спокойной ночи, моя маленькая пердунья Нора, моя развратная пташка То прекрасное слово, милое, что ты подчеркнула, чтобы я скорее кончил Пиши мне побольше про это и о себе очаровать на грязнее и грязнее О, это так романтично! Большое спасибо за просмотр! В комментариях под видео напиши, о каких неприличных подробностях из жизни исторических личностей обычно не упоминают в учебниках И не забудь посмотреть наши другие выпуски Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok